Власти Подмосковья взяли курс на популяризацию туристических маршрутов в городах столичного региона. Люберцы – один из тех муниципалитетов, который богат не только интересными достопримечательностями, но и знаковыми местами, которые в свое время посещали великие государственные деятели прошлого. Наш корреспондент Луизия Геозарян прогулялась по таким местам сотрудниками Люберецких музеев и узнала много удивительных фактов об истории округа. Первая точка Люберецкого туристического маршрута – это, конечно, Краеведческий музей. Именно здесь представлены экспонаты, с помощью которых можно окунуться в атмосферу древнейших времен и шаг за шагом, поэтапно, приблизиться к истории уже современных Люберец. Экспозиции крестьянского купеческого дворянского быта помогают понять, как в различные времена жили люди на Люберецкой земле. Посетив Краеведческий музей, можно не только узнать историю родного края, но и увидеть её и даже прикоснуться к ней. Мы показываем, рассказываем, насколько богатая наша земля, богата на тех людей, которые сюда приезжали. Действительно, великие люди посещали нашу землю и бывали не один раз. Это Екатерина Великая, и Пётр Первый, и Александр Меньшиков. И мы можем бесконечно, продолжая этот список, он действительно очень большой. Сотрудники музея не только рассказывают, кто в своё время посещал Люберцы, но и показывают те самые места, по которым когда-то шагали великие люди. Немногим современным жителям города известно, что на месте стадиона «Торпеда» в 1632 году была построена Первая церковь, и именно с её появлением Люберцы приобрели новый статус. Здесь по-настоящему закипела жизнь. Крестьяне стали активно заселять земли, а великие государственные деятели строить дворцы и парки. Вот эта дорога даже проходила в Москву, называлась она раньше Рязанская дорога. И вот эта церковь как раз располагалась вот так, вот она была вдоль дороги. А вот это всё, что стадион, вот эта вся земля, здесь вот так вот шло кладбище, а там уже шли их огороды. И дальше буквально там в глубине там был, стоял ещё, в будущем будет стоять дворец Меньшикова. Кстати, фрагмент от той самой церкви, а точнее от её ограды, сохранился до наших времён. Этот уникальный экспонат можно увидеть в Краевеческом музее. Когда в 1935 году церковь взорвали, решётку передали школе номер один, которая находилась неподалёку. Во время прохождения туристического маршрута сотрудники музея показали то самое место, где было это учебное заведение. Оно находится в 50 метрах от стадиона «Торпеда». Сегодня от этого здания сохранилась лишь маленькая часть кирпичей с символикой строительной фирмы, разбросанной по земле. Фирма Куприянов и компания. Это вот была вот эта фирма, она за Зенина была у нас расположена. Изначально хотели привозить кирпичи по Океа, на лошадей грузить, потом на лошадях до железной дороги и привозить сюда. Но оказалось, что можно было найти подешевле. Вот нашли эту фирму, и они как раз поставляли, а только на лошадях привозили гужёным транспортом из Зенина сюда. И вот построили три этих здания, вот три здания вот этой школы. Не многие знают об уникальности этого здания, а точнее его фундамента. Это основание дворца самого Петра Третьего, в котором он собирался жить со своей супругой Екатериной Второй. Но из-за смерти императрицы строительство дворца приостановили, хотя оно было практически завершено. Всё, он становится не нужен, этот дворец, его разобрали, отвезли в Москву, построили этот воспитательный дом. А фундамент его не трогали, его присыпали. И потом уже на этом фундаменте, уже в 19 веке, стали строить эту школу. Школа номер один функционировала до наших времён, пока в 90-х годах во время дискотеки здесь не случился пожар. Сейчас это запущенное место. Исторический объект, которым ценен каждый кирпичик, стал бы потрясающим музеем, считают Наталья Степанова и Ольга Засыпкина. И таких по-настоящему знаковых мест в городском округе огромное количество. Тот небольшой маршрут, который мы совместно проделали, лишь маленькая частица богатой люберецкой истории. Луиза Игазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.